Самые крупные доисторические змеи В одном из наших прошлых выпусков мы начали рассказ об эволюции змей. Эта группа рептилий появилась во второй половине юрского периода, но смогла пережить мелполиогеновое вымирание. Сейчас на Земле существует огромное количество видов этих присмыкающихся, за прошедшее с момента их появления время в разных уголках нашей планеты обитали самые разные змеи, многие из которых были по-настоящему уникальными. При оформлении подписки на наш канал вы сможете первыми узнавать о выходе новых роликов. Также наши постоянные зрители имеют возможность делиться мнением о поднимаемых в ролике темах в комментариях и поддерживать создателей канала при помощи лайков. Все современные змеи делятся на две больших группы — гигантские змеи, появившиеся еще в меловом периоде, а также ужи и гадюки, которые отделились в отдельную ветвь развития в третичном периоде. Сначала в эоцене появились ужи, а после, в начале неогена — узкоспециализированные гадюки. У змей много общих черт с ящерицами, от которых они произошли. Иногда ученые даже объединяют их в один отряд. Но есть и множество существенных различий в строении тела и внутренних органов этих присмыкающихся. В ходе эволюции змеи лишились не только конечностей, но и ушей с барабанными перепонками. Правда, такие особенности строения присущи и некоторым видам ящериц. Также для них характерно особое строение черепа, при котором ветви нижней челюсти и некоторые другие кости соединяются подвижно. Отдельно расскажем о змеином позвоночнике. Количество позвонков у разных видов может составлять от 180, как у коротких широких гадюк, до 435, как у ложноногих змей. У обыкновенного ужа 200 позвонков. У одного из вымерших видов гигантских змей их было 565. Характерная для змеи черта – отсутствие грудины и плечевого пояса. Поскольку у них нет грудины, ребра крепятся только к позвоночнику. Они имеются у всех позвонков за исключением атланта – это первый позвонок от основания черепа. Последние ребра расположены возле клоаки, и у многих видов змей они разветвляются. Из-за удлиненного тела все внутренние органы змей имеют вытянутую форму. Это относится в первую очередь к сердцу и желудку. Такое строение пищеварительного тракта совместно с растягивающейся пастью и подвижными костями черепа позволяют змеям проглатывать добычу, которая намного превосходит их по размерам. В процессе роста змей у многих видов наблюдается перемещение органов по телу. Ученые выявили зависимость строения и расположения внутренних органов от образа жизни присмыкающихся. В частности, строение тела древесных змей отличается от строения тела змей, живущих на Земле. Достаточно сильно различаются легкие разных видов змей. Левое легкое присутствует только у ложноногих змей, и только у удавов оно имеет такие же размеры, как и правое. У остальных групп современных змей нормально функционирует только одно легкое. При этом оно выполняет функции воздушного мешка, не позволяя змее задохнуться, пока она занимается проглатыванием еды. Также у змей отсутствуют мышцы радужной оболочки, веки и мигательные перепонки. Основным обонятельным органом у них является раздвоенный язык. Он втягивает воздух или частички ощупываемой поверхности и доставляет их к так называемому органу якобсона. Этот уникальный анализатор в виде двух отверстий в верхнем небе способен улавливать малейшие запахи на кончике языка или во вдыхаемом воздухе. Все существующие змеи делятся на несколько групп. Самыми древними из них считаются ложноногие или удавообразные. Они обитают во многих регионах с тропическим или умеренным климатом. Длина змей этого типа может составлять от полуметра до 10 метров. Их челюсти снабжены множеством зубов. В передней части пасти размещаются удлиненные хватательные зубы. В Азии и Африке живут представители отряда питоновых. В Америке и на островах Тихого океана отряда удавов. При этом питоны являются яйцекладущими, а удавы живородящими существами. Большая часть всех современных змей относится к семейству ужеобразных. В основном они обладают зубами одинакового размера. Но представители четырех подсемейств ужей являются ядовитыми. В задней части их верхней челюсти присутствуют несколько зубов с продольной бороздкой, которая связана с железой, выделяющей яд. Яркие представители таких ядовитых ужей – мангровая змея из Юго-Восточной Азии, южноевропейская ящеречная змея и серая древесная змея и бумсанг, обитающие в Африке. У двух последних видов ядовитые зубы располагаются во рту не очень глубоко, поэтому они опасны для людей. По форме тела, похожими на ужей, являются представители семейства аспидов, но они обладают двумя хватательными зубами на переднем краю верхней челюсти. Строение этих зубов говорит о том, что в ходе эволюции каналы для впрыскивания яда из открытых превратились в закрытые. В отдельную группу ученые выделяют морских змей. По своему строению они близки к аспидам, но обладают рядом особенностей, характерных для водоплавающих существ. Например, их носовые отверстия располагаются в верхней части головы и могут закрываться, а хвост приобрел уплощенную форму, превратившись в инструмент для плавания. Наиболее поздняя группа змей – гадюки, их верхняя челюсть укорочена и может подгибаться к небу. Ядовитые зубы имеют внутренние каналы для впрыскивания гема или нейротоксинов. Самой прогрессивной группой гадюк считаются гремучие змеи. От остальных представителей семейства их отличает наличие нового для змей органа. Это небольшие углубления на морде, между носовыми отверстиями и глазами. С их помощью змеи могут улавливать тепловое излучение. За время существования змей на нашей планете появилось и вымерло множество видов этих необычных существ. В ходе эволюции они постепенно обзаводились всеми приспособлениями и инструментами, которые сейчас используют их потомки. Среди этих доисторических змей есть необычные и важные для науки виды. О тех из них, которые являются переходными формами от ящериц к змеям, мы рассказывали в предыдущем выпуске об эволюции змей. Теперь пришло время познакомиться с наиболее крупными вымершими змеями. Одной из таких змей является Денелизия. Она обитала на территории Южной Америки в конце мелового периода. Ее максимальная длина составляла около 3 метров, а масса до 10 килограммов. При таких размерах она могла охотиться на детенышей динозавров. Именно такой эпизод включен в одной из серий документального фильма «Прогулки с динозаврами», где эта змея охотится на маленьких тираннозавров. Но Терекс и Денелизия жили не только на разных континентах, но и в разное время. Гигантофис занимает второе место среди самых больших змей в истории Земли. Эта змея обитала в Северной Африке примерно 35-40 миллионов лет назад. Пока ученые располагают только несколькими окаменевшими костями и позвонками, найденными в пустыне Сахара более 100 лет назад. Сравнив их с соответствующими костями современных рептилий, исследователи установили примерные размеры этой змеи. Ее длина, по оценкам ученых, составляла до 10 метров, а весить она могла до полутонны. В период с 89 до 21 миллиона лет назад во многих регионах планеты жили змеи, которые относились к роду Мадцое. Некоторые их виды могли иметь длину 9 метров и весили до 20 килограммов. Останки этих змей найдены в Аргентине, Бразилии, Индии, Испании и на Мадагаскаре. Еще одной змеей, которая питалась небольшими динозаврами, был Санаях. Он жил на территории современной Индии в конце мелового периода. Его длина могла достигать 3,5 метров, а вес 20 килограммов. Скелет этой змеи, обнаруженный в 2010 году, был обвит вокруг невылупившегося яйца. Рядом лежали останки небольшого завропода. В отличие от современных родственников, его пасть не могла сильно раскрываться для проглатывания добычи большого размера. Но строение костей черепа этой змеи показывает, что уже намечались предпосылки для создания такого уникального механизма. Австралийский континент тоже может похвастать собственной гигантской змеей. Она называется Ванамбия. Несмотря на отсутствие родственных связей с современными удавами и питонами, она применяла тот же способ охоты. В длину эта змея могла вырастать до 6 метров, весить она могла до 50 килограммов. Лидером среди известных науки гигантских змей без сомнения является Титана Боа. Название этой змеи переводится как Титанический удав. Обитал гигант в Южной Америке примерно 58-60 миллионов лет назад. По оценкам ученых, длина этого удава могла достигать 13 метров, а масса 1200 килограммов. Считается, что змея имела маскировочный окрас и подстерегала свою добычу вблизи водоемов. Мы благодарим вас за то, что досмотрели это видео до конца. Чтобы подробнее узнать об истории появления змей или других видов животных из разных эпох, советуем обратить внимание на другие ролики на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова